Цены за питание в школах и детских садах могут вырасти только на уровне инфляции. Такое заявление сделал журналистом министра образования и молодежной политики Владимир Иванов. Сегодня в ведомстве рассказали и показали наглядно, насколько качественно питаются дети. Мои коллеги побывали в учебных заведениях Мариинского посада и Новочебоксарская. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Вот уже два года в школе села Шоршилл из-за питания учеников отвечает индивидуальный предприниматель. Перемены, что называется, налицо. Раньше в столовой трудились только два человека и не с трудом успевали обслужить всех ребят. Сейчас здесь работают четыре повара. Школьное меню стало более разнообразным. Сегодня на завтрак для учеников приготовили рисовую кашу и кисель. Стоимость питания, конечно, маленько она увеличилась. Но высшее постановление главы администрации стоимость не повышается. На сегодняшний день завтрак у нас стоит не более 16 рублей, а комплексный обед не более 42 рублей. Мы стараемся, чтобы дети питались рационально, то есть соблюдая все вот эти требования, санитарные нормы, чтобы они питались, съедали все. По обеду детям предлагают плотно за 42 рубля, либо выбрать один из двух бюджетных вариантов без салата и каши. В любом случае, говорят повара, ребята получат необходимое количество калорий. Блюда, приготовленные в столовой, детям приходится по вкусу. Тарелки пустеют на глазах. В школе очень вкусно кормят. Я люблю это так улучшать. Мои друзья тут все съедают. И я тоже тут все съедаю. Вообще в Чувашии плата за питание в школах колеблется. От 6 до 27 рублей за завтрак, от 12 до 48 рублей за обед. Разница в стоимости зависит от того, где учебное заведение закупает продукты. В ряде школ республики овощи выращивают и вовсе на собственных огородах. Это тоже сказывается на цене готовых блюд. Наша основная задача – это мониторить, смотреть, из чего складываются продукты, как устраивается меню. И, конечно же, смотреть, чтобы цены не росли. Особая тема – детские сады. Здесь, к сожалению, мы проект тоже реализовывали, но темы, связанные с питанием, мы не смогли пока реализовать. Потому что основная задача с детскими садами у нас была – обеспечить доступность. И сегодня родительская плата тоже колеблется от 44 рублей до почти 85-90 рублей в городах. За качеством блюд, которые готовятся в школах и детских садах, следят строго. Причем в некоторых учебных заведениях пробы с каши супов снимают родители. В детском саду «Рябинка» Мариинского посада овощи и мясо стараются закупать напрямую у местных фермеров. Продукты приобретают впрок на осень и зиму. Работать с сельхозпроизводителями выгодно, отмечают заведующие садика. На сегодняшний день пока мы еще укладываемся в эту стоимость, потому что, в общем-то, цена на сегодня на овощи позволяет нам это делать. Дефицита продуктов в учебных заведениях пока не испытывают. Да и рацион стараются сделать разнообразным. В школах и детских садах республики ребята питаются качественными блюдами. У нас соблюдается 10-дневное меню каждую неделю. Получается колбаса, мясные продукты, куриные из филе курицы. Вот сегодня идут котлеты. Поджарку из филе курицы делаем. Выпечка у нас идет каждый день. Дети тоже очень любят выпечку. Особенно пиццу, сосиску в тесте, пирожки разнообразные. Диет питания у нас соблюдается. Оно стоит 39 рублей. Там, если детям даем котлеты жареные, то диет питания не только паровые. В регионе обращают внимание не только на качество блюд, но и на чем они готовятся. За последние годы было модернизировано более 100 школьных пищеблоков. Но эта работа продолжится и дальше, отметили в Министерстве образования республики. Медрик Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.